Людмила Клинова работает учителем 30 лет. Юбилей отметит в этом году. Она тот человек, про которого смело можно сказать, что у нее это не работа, а призвание. Учитель постоянно работает. У него нет такого момента, что вот я пришел с работы и забыл про свою работу. Учитель всегда в поиске, в работе и днем, и ночью. Это профессия учителя. Людмила с детства хотела стать учителем. Сначала обучала кукол, потом младшую сестру. Говорит, что ей повезло с преподавателями. Уже в 10 классе Людмила была вожатым детей младших классов. И с выбором профессии труда не возникла. Именно преподаватель и именно у начального класса. Отмечает, что дети ей куда роднее. Однако отметила, что современные дети отличаются от детей 90-х. Сейчас детки более замкнутые, общаются больше с компьютером, чем живое общение. Хотелось бы, чтобы дети не забывали, что надо общаться не только через интернет, но и общаться вживую. Людмила Клинова отметила, что сейчас дети куда сильнее дружат с гаджетами, чем раньше. И совсем недавно вся страна столкнулась с новым веянием времени и обстоятельств дистанционное обучение. Людмила считает, что именно ученикам начальных классов это не нужно. Хотелось бы, чтобы дистанционного обучения в начальных классах не было. Потому что важный процесс, когда идет живое общение. Когда видишь ребенка, видишь его умные глазки, его замечательный ответ. Можешь его похвалить, подбодрить. И я думаю, что вот это самое важное. Людмила Клинова не жалеет, что выбрала профессию учителя. Говорит, что если все отмотать назад, то прожила бы жизнь точно так же. С профессиональным праздником Людмилу поздравили еще в пятницу. Дети подарили открытки и прочитали стихи. Сейчас школьники на каникулах. Они учатся триместрами. Поэтому сегодня поздравления сыпятся исключительно от родителей через соцсети. От лица телекомпании хотим присоединиться к поздравлениям и пожелать здоровья, счастья, вдохновения и хороших учеников. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.